Музыка Хоть и не продолжительный, но поход. Отправляться за грибами нужно только после основательной подготовки. С собой перекус, бутылка воды и полностью заряженный мобильный телефон. Обязательно аптечка и спички. В лесу может произойти все что угодно. Мы должны иметь с собой непромокаемую одежду, плотно прилегающие рукава, чтобы под рукава не залезли клещи. Желательно головной убор, либо капюшон в обязательном порядке, сапоги. А еще лучший комплект запасной одежды проверено, причем не только нашими героями, но и лично. К подготовленному человеку ничто не омрачит тихую охоту, особенно если он знает места. Анна Колесникова, грибник со стажем, в этот лес под Звенигородом ее семья ходит уже почти век. Наша семья собирает именно в этом месте грибы больше 90 лет в общей сложности. То есть начинала с нашей прабабушки. И сейчас уже, получается, собирают мои дети. И, соответственно, мы очень хорошо знаем здесь места, знаем историю этого края. Привыкли, знаем уже каждую грибницу. Своих детей Анна тоже увлекла тихой охотой. Старший Дмитрий первый раз отправился по грибы, когда ему было всего три месяца. Дима, ну ты признайся, родители заставляют или самому интересно? Да не, самому интересно. Сам хожу, радуюсь. Нравится природа. Как здесь речки бегут и так далее. Листва шумит. Очень душевно в лесу. Лес может подарить не только душевный покой. Белые подосиновики, лисички. Говорят, в этом году грибов много. А вот и первые подберезовики. У подберезовика очень четкая ножка. Похожа немножечко на березы ствол. То есть она черно-белая. Это трубчатое снизу основание гриба. И, соответственно, цвет шляпки может быть различный. Они могут быть темнее. Если подберезовики выросли на болото, у них может быть вообще полностью белая шляпка. Оказывается, ученые давно доказали, грибы можно не только срезать, но и выкручивать. На будущий урожай это никак не влияет. А вот на добычу грибника очень даже. Например, если белый гриб срезать, то большая часть его ножки окажется в земле, а не в корзине. Нам посчастливилось найти короля грибов, белый гриб. Вот он по совету Анны. Сначала мы его откапываем. И потом выкручиваем. Ну вот мне как-то ближе по часовой стрелке. И вот такой красавец скоро украсит нашу корзину. Старые грибы класть в корзину не стоит. Но и избавляться от них тоже нужно со знанием дела. Их лучше оставлять в лесу. Брать шляпку. Вот видно, он уже сильно червивый. Его кладут всегда трубочками вниз, чтобы из гриба споры могли высыпаться на землю и дать потом следующий урожай. Опытные грибники свои места не раскрывают. А вот советами делятся с удовольствием. Ходить примерно в одни и те же места. Замечать, где растет конкретно какой гриб. То есть быть внимательными. Потому что грибницы, они достаточно в узких таких местах. Если есть там гриб, он будет расти на протяжении нескольких лет. Четыре ведра и одна корзина. Анна признается, добыча бывала и лучше. Что делать с собранным богатством, уже знает. Часть пойдет на угощение домашним любимицам – белкам. Мы готовим в основном супы из белых грибов. Очень много сушим, потому что зимой это очень вкусно в пирожках. И опять же очень любят наши белки грибы. Лисички жареные – это коронное блюдо, по-моему, всего населения. И еще делаем маринад из белых подберезовиков. Грибов много, но, отправляясь на тихую охоту, не стоит забывать. Детям самостоятельно собирать дары леса не стоит. Есть поганки, в том числе ядовитые, вот такая, как бледная поганка, соответственно, которую руками и ножом, и даже ногами не стоит трогать. Вот, поэтому стоит сначала позвать взрослого, показать ему гриб. Тот сделает осмотр и скажет, да, это мы рвем, это хороший гриб. К слову, главное правило грибников тоже никто не отменял. Не уверен – не бери. Если следовать всем советам специалистов, то тихая охота пройдет не только увлекательно, но и безопасно. Ну, здесь на самом деле больше.